IBP Films Distribution Limited Соперничество двух диктаторов Гитлера и Сталина Трагедии поражений и триумфы побед Красной Армии Людям, победившим фашизм, посвящается наша программа На Западе она получила название «Россия в войне. Кровь на снегу» Фильм первый. Тьма опускается Режиссер Виктор Лисакович, текст от автора Найджел Хоттерн, Олег Табаков 20 век еще не знал такой тризны Объятые муками революции, голодом, войнами, Россия пришла проститься с Лениным Народы созданного им Советского Союза Ждут нового правителя своего великого и многострадального отечества Кто им станет? Троцкий? Сталин? Кто знал тогда, что Ленин на пороге смерти в своем политическом завещании Предупредил об опасных чертах и амбициях Иосифа Сталина Предлагая сместить его на посту генерального секретаря большевистской партии Несмотря на все усилия жены Ленина Крупской Письмо стало известным только для некоторых делегатов 13-го съезда партии И то после принесения клятвы о сохранении текста в секрете Так Сталин, подав для вида в отставку, уцелел на посту генсека Пока еще он видится своему окружению как решительный, жесткий, порой жестокий Но истинный поборник веры, для которой главная цель построение социализма А цель эта оправдывает любые средства И первая главная из них для Сталина – массовый террор Собственно говоря, он будет вести войну против собственного народа И за 30 лет владычества уничтожит около 20 миллионов человек Расстреливая, мучая голодом Выселяя в безлюдные края огромной страны Убивая непосильным рабским трудом Сталин накинет новый аркан крепостничества на огромную страну, занимающую одну шестую земли Для того, чтобы добиться наиболее абсолютной из когда-либо существовавших форм власти Наряду с этой изматывающей внутренней войной советские люди Вынуждены будут сражаться на фронтах другой войны Которая будет стоить им еще 26,5 миллионов жизней Против другого диктатора – Адольфа Гитлера Это война, которую мы теперь в 20 веке видим как войну Основанную на чудовищном мифе о превосходстве одной расы над всеми другими С катастрофическим разгулом ненависти и произвола С гетто в различных городах С сатанинским размахом уничтожения людей Но в 1924-м предупреждение Ленина о темных сторонах натуры Иосифа Сталина Тщательно скрыто от людей, которые в глубоком трауре прощаются с умершим вождем Мне кажется, эти дни социального эксперимента приведут к улучшению условий жизни и здоровья Резкому увеличению грамотности населения Дни надежды Сталин пользуется все большим уважением как признанный вождь Способный превратить в реальность мечты, с которыми совершалась Октябрьская революция Это время, когда куются мощные инструменты пропагандистской машины Советские граждане начинают видеть себя живущими в обществе более справедливым Более равноправным, более уважающим закон и более миролюбивым, нежели другие уклады жизни Они начинают приобретать черты созданных ими образов, товарищества, трудолюбия, патриотизма Сталина в этот ранний период встречают и приветствуют не по принуждению На партийных съездах 20-х годов делегаты скандируют его имя не под гнетом страха, а под влиянием искреннего восхищения Строятся фабрики, заводы, города В столице начато строительство гигантского жилого дома на набережной Москвы-реки Образец современной жизни при социализме Просторный, чистый, удобный Пока еще не видно ничего ироничного в том, что новое здание, символ советского строя, стоит через реку напротив грандиозного храма Христа Спасителя Символа традиции русского православия И среди граждан Великого Союза Республик ширится вера в то, что восход социализма вот-вот загорится над горизонтом Увы, реальность станет ужасающе противоположной Реальность с необоримой жестокостью порожденная Сталиным Он был очень тщеславным человеком, но в то же время этот тщеславец тщательно маскировал, скрывал Дмитрий Волкогонов, автор первой книги о Сталине, получивший мировое признание Кто такой был Сталин? Что он представлял как человек? Я бы назвал Сталина человека с очень сильным, но злым умом Это человек сильного, злого ума Это человек, который любил на свете только две вещи Власть и славу Но власть любил больше И чем больше он пользовался властью, чем больше он ее прибирал под себя Чем больше обладал ею, тем больше ее хотел Это был для него наркотик Наркотик на всю жизнь Властный наркотик Сталин уже знает, что партия это вершина власти После смерти Ленина всего за 4 года он убрал с пути всех своих политических соперников Старые товарищи вроде Каменева и Зиновьева вынуждены капитулировать И Лев Троцкий сначала был сослан, а затем выслан из СССР Бухарин, как писал Ленин, любимец партии, выступает с публичным покаянием в совершении ошибок В борьбе за власть предстоит выкрутить еще немало тянущихся к ней рук, тянущихся с 1917 года Напрасно смеялся Хрущев Сталин любил глобус, любил карты географические Есть даже две бумаги, когда он говорит Покажите мне, какие географические карты издаются в Красной Армии Когда еще Финляндию еще, так сказать, не завоевали, когда началась Финская война Уже потребовал, чтобы новые карты были выпущены, с большими кусками отрезаны от Финляндии Он очень любил, любил глобус вращать, медленно смотреть Я лично думаю, что он уже мысл как бы глобально, планетарно Он хотел видеть весь этот глобус розовым, потом красным Это, я думаю, так Но Сталин не одинок в желании расширить границы империи За пределами досягаемости Кремля маячит будущая опасность Италия уже стала фашистским государством На Дальнем Востоке у Японии появляется аппетит к территориальным притязаниям Нацисты Адольфа Гитлера уже превратились в партию национального масштаба Его штурмовики берут под контроль улицы многих городов Германии Наступают времена, когда Сталин оказывается не единственной амбициозной личностью Рефлекторно вращающей пальцами глобус Для советских людей этот год, 1928-й, становится роковым водоразделом Уже шла война против собственного народа Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях В почти полностью аграрной России в конце 20-х годов более 98% земли находилось в руках единоличников В основном мелких наделов с размерами участков менее 10 акров Менее 2% земли было коллективизировано, то есть находилось под контролем государства Теперь принимается совершенно невероятное решение Сталин принимает его лично Согнать всех крестьян в этой крестьянской стране С принадлежащих им крошечных земельных наделов Он хладнокровно воспринимает факт, что это приведет к голоду неимоверного размера К таким страданиям, с которыми не смогут сравниться никакие страдания русских людей на протяжении всей их истории Никогда в деревне вопрос реформ не был простым Цель Сталина установить контроль над урожаем и силой лишить собственности мелких крестьян-единоличников Чтобы обеспечить рабочей силой вновь создаваемые колхозы и совхозы Коллективизация – это медленно разражающаяся буря Может быть, это простое совпадение, но в 1928 году на родину возвращается Максим Горький Разделяя точку зрения Сталина на зажиточных крестьян Он описывал их как недочеловеков, которые жреют в то время, когда города голодают Идеи Горького подтвердят ключевую цель пропагандистской кампании против тех, кого партия обозвала кулаками И так над деревней собираются тучи и разражается буря В конце 1929 года ее первые смерчи проносятся над равнинами Украины и Северного Кавказа За четыре года репрессировано 9,5 миллионов самых работящих крестьян А тем временем в пропагандистских фильмах крестьян заставляют создавать мучительную иллюзию торжества по поводу победы колхозного строя Зимой 1930 года компания была расширена и включила в себя весь спектр крестьянских хозяйств вплоть до беднейших В это время жизнь 120 миллионов человек, населявших 600 тысяч деревень по всей территории Советского Союза была перевернута с ног на голову Экспорпиации, выселение и ссылки стали обычным явлением повсюду, от Украины до Сибири Сострадание немыслимо В отчаянии крестьяне прячут зерно и режут скотину до того, как все это будет отнято Солдаты на этой войне, вновь созданы особые продотряды, в основном состоящие из городских жителей и людей из НКВД, орудия сталинского террора Об их победах трубят по всему Советскому Союзу, как о триумфе победы народа над жадными жреющими кулаками Для крестьян нет возможности уйти в города Систему внутренних паспортов прикрепляет обездольные крестьянские семьи к земле В Казахстане около 20% населения умерло от голода По всему Советскому Союзу целые деревни оставались без жителей Миллион человек умерло на Северном Кавказе На Украине умерло почти пять миллионов человек Это рукотворная катастрофа А в лагерях более трех миллионов крестьян загоняют до смерти непосильные работы и голоду Это люди, которых, по выражению постепенно возвышающегося Лаврентия Берии, превращают в лагерную пыль Я видела лица, вспоминала Анна Ахматова Я видела лица, превращенные в кости Даже когда коллективизация набрала силу Темный мозг Сталина без устали ищет свои решения национального вопроса Он создает еврейскую автономную область в отдаленном Биробиджане, возле китайской границы С его точки зрения, расселение евреев в западной части Советского Союза не является идеальным Одновременно с коллективизацией в 1928 году начинается воплощение в жизнь первого пятилетнего плана Это создание совершенно новых отраслей экономики Машиностроительные предприятия, автомобильные тракторные заводы, обширные проекты в сферах связи, железнодорожных путей, автодорог, каналов Сталин ищет новых врагов Не дня передышки запуганному народу Еще в 1928 году организован открытый судебный процесс по шахтинскому делу в Донбассе Первый сигнал промышленной интеллигенции Она будет жить и работать так, как предпишет диктатор Если промышленное производство не достигнет высот обещанных Сталином народу, вся вина ляжет на плечи саботажников промышленности Смерть реставраторам капитализма Слова вредительства, саботаж, измена, враг народа Все чаще повторяются в заголовках газет Они становятся психологическим фоном жизни всей страны Без этого фона, без страха и насилия не может существовать сама сталинская система Сергею Щеголькову было 17, когда он был арестован за попытку организации убийства Сталина Предстаю перед следователем Первый вопрос Ты Сталина знаешь? Ну, я говорю, знаю, конечно, это наш руководитель, наш вождь А вот теперь расскажи, как ты его хотел убить? Ну, здесь сразу какое-то недоумение, можно сказать, полушок Вот, и вот в этом роде, в этом духе началось Значит, шантаж, побои пистолетом и под горло и по виску, везде кругом Но главное, что сразило меня, это, если не подпишешь, а что писать еще не знаю я Не знаю, ничего не написано Мы расстреляем твою мать Из Лубянки Щегольков был отправлен через бесконечные пересыльные пункты в полную неизвестность Ну, все это, конечно, горестно Все эти этапы Зимой или весной ранее Но там еще снег Полуголые В чем были То мы и шли В ботиночках там И все прочее Но барак, например Такой, что нас засыпает Мы измучены, ложимся Просыпаемся Около тебя Снег намело На голову И почти засыпало тебя Из последнего пересыльного пункта в Кеме Сергея Щеголькова переправили на Соловки На Белом море на Соловецких островах в монастыре монахи отправляли православные обряды в течение четырех столетий Но в России жесткий символизм всегда рядом Еще при жизни Ленина монашеское пение сменилось работными песнями бесчисленных заключенных Сталинская политика террора давала все основания полагать, что поток новых врагов советского строя никогда не иссякнет Все корпуса, которые были заняты когда-то монахами, это трехэтажные корпуса, их корпусов шесть, наверное, их переделали в тюрьму Повесили решетки, повесили щиты на окнах, закрытые камеры с волчками и прочее То был лагерь, а то тут вдруг стон Стон Соловецкая тюрьма особого назначения Оно и по этому звучит по По возгласу-то Истинным обстоятельствам, когда это действительно был стон А раз тюрьма, стали поступать громадные количества уже с 25-летним сроком В эти годы слово стон стало обозначать муки всех заключенных во всех лагерях ГУЛАГа Причем все эти дяди, все эти дяди, которые нас арестовывали, которые нас допрашивали, которые нас везли по этапам Знали о том, что мы ни в чем абсолютно не виновны Целью системы было грубое принуждение к тяжелому труду Палящим летом и суровой зимой Люди, подобные Сергею Щеголькову, направлялись на одно из самых триумфальных достижений социализма в 30-е годы Строительство Беломор-канала Когда канал был построен, то хлынувшие в него водой затопили тысячи людей Когда размах борьбы с диверсантами и вредителями показал настоятельную необходимость в дополнительных лагерях То миллионы новых заключенных начали отправлять в наиболее суровые регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока По всей территории Советского Союза И везде ГУЛАГ контролирует зловещие ожерелья лагерей Они строят новую страну Одна из пропагандистских догм Еще много россиян верят в это Но слишком часто вместе с рабочей массой советских людей Стоят они Принудительные рабочие Осужденные без суда Угнанные из деревень Украины Кавказа Блодородных земель юга России Или пустынь Казахстана ГУЛАГ Это система учреждений управляемых НКВД Кровные братья по своей концепции Огромным строительным предприятием И компаниям по сдаче в наем рабского труда Которые вскоре будут созданы эсэсовцами в Германии Из лагерей, расположенных ближе к центру страны Рабочая сила направлялась на строительство канала «Москва-Волга» На строительство электростанций Столичного метро Они строят новую державу Но уже начинают раздаваться первые залпы будущей мировой бойни Японская армия, действуя самостоятельно, без указаний правительства, оккупирует Маньчжурию Нападение приводит Японию и Советский Союз к прямому противостоянию на Дальнем Востоке Тем временем в Германии выборы привели к победе нацистскую партию И с этого момента Адольф Гитлер встает на равную ногу с Иосифом Сталином Он руководил еще плохо вооруженной армией Он утверждает, что жизненное пространство его нации лежит на Востоке Он прямо заявляет о своих притязаниях на обширные зоны, находящиеся в пределах Советского Союза Теперь судьбы двух великих народов не могут мирно сосуществовать Адольф Гитлер все больше и больше старается подтолкнуть их к кровавой схватке Однако реакция Сталина неожиданна В мае 1933 года, всего лишь через три месяца после победы Гитлера Сталин ратифицирует продление Берлинского договора 1926 года о дружбе и нейтралитете Юрий Примаков, сын видного военно-начальника, казненного Сталином, цитирует Троцкого 4 марта 1933 года, здесь и писали, что СССР является единственным государством, который не питает враждебных чувств по отношению к Германии И это независимо от формы и характера германского правительства Вот так вот Франция, Англия, демократические страны понимали, что приход фашистов к власти Это угроза всему миру А нас это не беспокоило Мы продолжали готовить на своей территории немецких летчиков, немецких танкистов По Версальскому договору Германия не могла это делать на своей территории Мы их готовили Мы готовили будущих своих палачей практически Так что, когда сейчас пытаются кто-то изобразить Сталина спасителем Отечества Или, так сказать, выставить в роли отца народа Они должны понимать, что со времен Иуда Искариота такого предателя еще не было Да, по всей стране советская система демонстрирует выдающиеся достижения Но никому не позволено говорить об их разрушительной цене На 17-м партсъезде с гордостью называют новые отрасли промышленности Химическое, синтетических материалов, тракторные и автомобильные заводы Не прогез Этот грандиозный партийный съезд в 1934-м приветствует Сталин Называя в самоупоении съездом победителей На съезде восхваление Сталина достигает апогея Молодой Хрущев На его лице нет и тени сильнейшей угрозы Сталин Наоборот, он первый называет Сталина гениальным вождем Лаврентий Берия Чудовищный провокатор и штатный палач системы Появляется на политической сцене на съезде победителей Он действительно один из них Надолго Это люди со статусом и популярностью не меньшей, чем у кинозвезд Самым выдающимся среди них является Сергей Киров Восходящая звезда партии, член политбюро Всегда улыбающийся, энергичный, любимый в массах В речах, следующих одна за другой Грузин Арджиникидзе и Льстец Ворошилов Прославляют Сталина как великого кормчего Но для группы, составляющей ядро региональных партийных лидеров Безудержный восторг уже всего лишь маска Они уже знают ему цену После многочисленных открытых голосований Делегатам дается шанс тайно проголосовать за избрание членов Центрального комитета А ЦК должен снова подтвердить роль Сталина как генерального секретаря Столь много уже было таких выборов Что на этот раз никто не мог предвидеть Ошеломляющего драматичного результата За несколько часов до окончания съезда Подсчет голосов показал Киров набрал всего три голоса против Но, кажется невероятным, 300 делегатов проголосовали против Сталина Кажется, сбываются все худшие страхи вождя Его кошмары о предательстве Бюллетени немедленно уничтожаются И результаты голосования фальсифицируются Они показывают, что Сталин избран единогласно Но судьба делегатов и самого Сергея Кирова уже предопределена Из 1966 делегатов того съезда Более тысячи будут уничтожены физически Новая волна террора сметет их с миллионами других врагов народа Теперь Сталин должен решать проблему Сергея Кирова И для ее решения Сталин обращает свой взор на Германию Гитлер имеет такую же проблему со своим верным другом Эрнстом Рэмом Головорез, популистский лидер убийц, завоевавших улицы для Гитлера Теперь Рэм представляет собой неудобную фигуру, опасную для фюрера И в одну из кровавых ночей, ночь длинных ножей Гитлер наносит ему смертельный удар Он лично убивает Рэма в Мюнхене в тюремной камере Отдавая должное действиям немецкого диктатора Сталин шесть месяцев спустя Начинает в Ленинграде свою собственную ночь длинных ножей 1 декабря 1934 года Киров падает сраженной пулей подосланного убийцы Это же террористический акт Убит один из руководителей страны Член политбюро Как тогда говорили, один из вождей рабочего класса Причем популярный, любимый всем Прекрасный оратор, настоящий трибун Под обаянием которого всегда все находились И вдруг убит, как? Каким образом? Как могли его убить? Вспоминает известный художник Борис Ефимов Когда Бухарину позвонили и сообщили Он положил трубку и сказал Ну, теперь Коба нас всех перестреляет На похоронах Кирова Сталин ведет себя как человек, потерявший друга Но это уже было началом бесконечных арестов членов партии Все, кто имел отношение к Кирову, включая убийцу Почти сразу же погибли в несчастных случаях В Ленинграде нагнетается террор По всей стране многие тысячи людей, не имевших отношения к делу Кирова Арестованы и расстреляны Это период, когда бывший цыковский функционер Николай Ежов Предстает в роли главного сталинского висельника Это время известно под названием Ежовщины Массовые демонстрации, организованные партией Требуют ужесточения репрессий Зиновьев и Каменев признают себя виновными в убийстве Кирова Подготовки других террактов Судилища продолжаются Перед судом предстает Бухарин Вышинский, главный обвинитель на бухаринском процессе Его сообщников, бухаринцев Это была инсценировка Трагический фарс Его неоднократно прерывал Вышинский Владимир Куйбышев был в зале суда Последний раз видел Бухарина Ближе к делу Наконец, значит, он прервал Бухарина Выкрикнул, вы это помесь лисицы со свинью И лишил его слова Сталин всегда боялся покушений Всю жизнь, хотя ни одного по-настоящему покушений не было Ну, например, даже вот Гордины Все были везде отрезаны, где он был На полметра от пола, чтобы никто не мог встать Даже казалось бы, что это вообще смешно Каждый раз, когда ехал себе на дачу Он сам определял там из числа нескольких маршрутов Хотя в Кунцово-то особенно много Нужно только по центральной Тут где-то 2-3, может быть, переулки Всегда указал, ткнет пальцем Несколько, 2-3 варианта Какое-то кольцо где-то сделать, потом 5 выйдут И тому подобное Теперь он запрещал убирать снег из-под окон дачи Категорически, чтобы ни одного следа не было Чтобы была девственная белизна Это тоже связано было не с тем, что он так любил белизну Или цвет этого снега Он так боялся, что легче заметить какие-то следы людей Которые могли прийти Подозрительность, недоверие И как Хрущев вспоминает, что он даже однажды сказал Сам себе иногда не верю Не только что вам Хрущев во всяком случае приводит, что он сам лично слышал эту фразу Террор распространяется далеко за пределы Москвы Советская провинция потрясена арестами людей Совсем еще недавно верных ленинцев Соратников Сталина И одновременно с разрушающим влиянием их признаний в предательстве и заговорах Приходит новая зараза Друг доносит на друга Сосед закладывает соседа Замечательный писатель Исаак Бабель, вскоре погибший в лагерях, писал Сегодня человек разговаривает свободно, только с собственной женой, ночью и под одеялом Для многих советских людей средневековые кошмары становятся явью На глазах Ирины Муклевич забрали отца и мать Сейчас она вспоминает о детских играх во дворе дома на набережной Мы еще очень любили играть в классики И вдруг, значит, какая-то одна пожилая женщина, старушка Остановилась и стала наблюдать, как мы прыгаем, как мы смеемся Какое у нас хорошее настроение Она за нами понаблюдала А потом нам говорит Вы, говорит, живете в этом доме? Так вот, всем, кто живет в этом доме, счастья не будет Она на колонны показала у театра Вот, говорит, они, говорит, сделаны из могильных камней Которые вы возили И она назвала, с какого кладбища Я забыла это кладбище И вот, помяните мое слово Счастья никому не будет Дом на набережной На другом берегу реки Стоял белокаменный монолит Храма Христа Спасителя И все это тоже как будто говорило о его привилегированном статусе Рядом с Кремлем Но однажды Утром рабочие начали сооружать вокруг него забор Бесценные иконы и статуи были выломаны, разбиты Очень мало людей были готовы хотя бы спросить, что происходит Председатель ВСНХ Валерьян Куйбышев Смерть которого до сих пор окутана покровом тайны Был одним из этих немногих Рассказывает сын Куйбышева Владимир Он был против сноса Храма Христа Спасителя Он написал письмо Сталину Объясняющее, что этого делать не следует Потому что этот величайший храм на Руси Имел не только религиозное значение Но и большое историческое и художественное значение Там были фрески Маковского, Верещагина Скульптуры Клотта и Федора Толстого Но тем не менее, позиция Куйбышева вызвала раздражение Сталина И он написал на резолюции, на письме отца такую резолюцию Товарищ Куйбышев, вы недопонимаете политического значения этого мероприятия Настаивая на том, чтобы храм Христа Спасителя был снесен И Сталин В то время как Сталин держит народ в узде, запугывая его внутренними и внешними классовыми врагами Гитлер для консолидации немцев насаждает антисемитизм Его цель – быстрая милитаризация Германии и победоносная война в Европе Несмотря на версальские ограничения по вооруженным силам Германии Гитлер в открытую запускает в серийное производство танк Марк-1 Спроектированный с помощью России Новые ВВС Люфтваффе создаются на базе уже сконструированных советских боевых бомбардировщиков и транспортной авиации В 1935 году Гитлер объявил призыв в армию для создания 36 современных полнокровных дивизий Он не оставил сомнений ни в одной голове, что его конечная цель – это жизненное пространство там, на Востоке Иосиф Сталин выбирает иной путь Его всегда подозрительные глаза обращены теперь на военачальников Бывший царский офицер Михаил Тухачевский, он теперь имеет звание маршала Советского Союза Вспоминает Ирина Муклевич Побежала машина вечером, и Тухачевский Михаил Николаевич в своей форме Красивый, элегантный, он входил в подъезд И он был настолько красивый, настолько притягивал взоры, что мы, дети, когда здесь играли в классики Мы всегда останавливались, прекращали игру и смотрели, как он входит в подъезд Хотя его тоже, ну что ли, делать из него Бога нельзя Это тот человек, который когда-то в Тамбовской восстании применил газы Тухачевский Тухачевский и Кронштадтское восстание разгромил Это был как руководил целым рядом карательных операций советского режима То есть сразу обожествлять нельзя, все были запачканы тогда Но Тухачевский без сомнения был выдающимся военачальником Он инициатор подготовки первых в мире воздушных десантников И первых советских маневров с использованием современной военной техники Весной 1937 года Сталин получил из Праги секретную информацию о том, что Тухачевский готовит государственный переворот Мы знаем теперь, что это было подстроено немецкой военной разведкой и тонко организовано Гейдрихом Менее месяца понадобилось Ежову для подготовки и представления списка офицеров, участвовавших в заговоре Рассказывает Владимир Убаревич, дочь командарма Убаревича Их посадили, вот Тухачевского, 29-го Якира, 30-го Убаревича, 1-го или 2-го, или 31-го Застрелился Гомарник Другому военачальнику Гомарнику был предложен мрачный выбор Быть или среди судей, или среди обвиняемых И когда застрелился, в нашем доме жил Гомарник, наверху над нами Застрелился Гомарник И мама меня подготовила только так Сказала, ну теперь, наверное, из папы будет что-нибудь, какие-то неприятности идут Я не знала, что отец арестован Все были, во-первых, молоды Это же были до 40 лет Это люди, которые были в гражданскую войну совсем молодыми людьми Которые очаровались этой идеей Помочь народу Народу, как таково, русскому народу Комкора Примакова уже давно пытают, вырывая признание в измене Во время суда он называет имена 70 участников мнимого заговора Так что, по сути дела, уничтожая тех, кто готовил страну к обороне Сталин совершил акт государственной измены Причем совершил его совершенно сознательно Беззаконие имеет свои собственные черты Несмотря на сталинские стандарты правосудия Этот судебный процесс выглядел фарсом Спустя две недели после ареста Тухачевского Доставили в суд Где разбирательство продлилось меньше четырех часов Тухачевский, Убаревич, Примаков, другие Были признаны виновными Ночью 12 июня 1937 года Все обвиняемые были расстреляны Смерть Тухачевского явилась сигналом К началу кровопролития невиданных доселе масштабов Почти половина командного состава армии и флота Была уничтожена Закадычный друг Сталина, маршал Ворошилов, докладывает Из Красной армии вычищено более 40 тысяч человек Армия была практически парализована Это привело к обескровливанию И Германия это все тщательно учитывала Есть документы, когда они потирали просто руки Что делает русский? Это сумасшествие А Европа доживала последние дни мира И лучше всего это знал Гитлер И не хотел знать Сталин Ему было чем гордиться и что терять Он создал Советский Союз Куда более мощную державу, чем при Ленине Но ее слабые стороны Тоже ужасающе велики Адольф Гитлер тем временем знает Что победа в предстоящей борьбе Придет к той нации Которая доверяет своим вождям И крепка в убеждениях Но для Советского Союза это большой вопрос Если придет час испытаний Смогут ли люди перешагнуть через страх И ужасы 30-х годов Смогут ли они снова обрести мужество Отвагу и уверенность в своих силах Будут ли народы Советского Союза Готовы сражаться Писатели Генрих Буровик Константин Славин Дональд Джеймс Стефан Поуп Композитор Станислав Сыревич Главный оператор Юрий Орлов Операторы Виктор Доброницкий Евгений Кокусев Консультанты Ричард Овери Дмитрий Волкогонов Михаил Семеряга Владимир Дмитриев Редакторы Дональд Джеймс Игорь Чанышев Лев Анышко Александр Громов Главный монтажер Ник Барнард Переводчики Сергей Карабанов Михаил Мельниченко и другие Координатор программы Сергей Репринцев Звукорежиссеры Остин Инс Рубен Абрамян Владимир Виноградов Дирижер Сергей Скрипка Вокал Дмитрий Хворостовский С особой благодарностью Государственному комитету по кинематографии Российской Федерации Армен Медведев Исполнительные продюсеры Джуди Депол и Александр Суриков Генеральный директор программы Александр Дубинский Режиссеры-продюсеры программы Тенгиз Семенов Виктор Лисакович Продюсер программы Джуди Депол С особой благодарностью ко всем фронтовым операторам А также всем тем кто принимал участие и оказал помощь в создании этой программы Российский Государственный Архив Кинофотодокументов Госфильмофонд Российской Федерации и другие Производство IBP Films Distribution Limited и Victory Series Limited Россия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова